Здравствуйте, друзья! Сейчас я покажу вам демо-версию проекта ZIGFRAG. Нам обещают экшн-рпг в космическом сеттинге. Вот, playground, точнее, background, конечно, у этого сеттинга таков, что в будущем мы столкнулись, точнее, мы как человечество столкнулись с... Так, секундочку, я попробую начать new game, да, reset game сделать, потому что я чуть-чуть уже поиграл, чтобы хотя бы немного разобраться в управлении, оно оказалось не таким... А что такое? Ну ладно, пусть так будет. Оно оказалось не таким уж... Так, distract... Что ж такое? Так вот, background. Собственно говоря, вернемся к нему. Человечество достигло определенных вершин в космической науке, и... Воцарилась милитаристическая диктатура. Вот, выражалось это все в том, что свобода общества стала выше, чем личная свобода граждан. Естественно, некоторым гражданам это не понравилось, они отделились от... Основного... От основных колоний, и образовали так называемый свободный флот. Вот мы с вами играем, собственно, за пилота свободного флота. Вот, и... Наша задача... Ну, прежде всего, конечно, моя личная задача выжить здесь, и как-то разобраться с игрой. А задача свободного флота, это победить в... Ну, тоже, собственно, выжить, потому что они, очевидно, слабее, чем... Чем основное государство, которое развязало как раз гражданскую войну, выступив против свободного флота. Так, почитаем. Нам тут рассказывают о том, что можно менять цели с помощью клавиши TAP, и можно приводняться к станциям и различным другим объектам при помощи выбора цели сначала, а потом клавиши Enter. Вот тут нам немножко такое... Небольшое обучение дает. Действительно небольшое. Уж миссии... Тут continue... Так, тут тоже какой-нибудь continue нажмем. Здесь еще раз. А, все, вот меня и выбросило. Так, честно говоря, вот в управлении инвентарем я даже до сих пор так и не разобрался. Вот. Стыдно признаться-то. Так, как тут посмотреть... Свои... Так, ладно, мне нужно еще раз приводниться к этой станции. Так, я уже завершил... Нет, меня не нужно. Давай вот так вот. Вы были повышены. Ну, в общем, меня повысили до младшего офицера. Я получил какое-то... Так, баллистическое, пульсовое, ракетное, грэпбэк, контейнер. Ну, я возьму, наверное, пульсовое оружие. Вот что, это и все уже я выбрал, типа. А, нет, вот. Тут выбрать нельзя. И 100 кредитов федерации. И вот я тут пооткрывал какие-то контейнеры. И посмотрим. Это то, что экипировано. Это то, что у меня есть. Разделено по патронам. Это патроны. А мне нужно оружие. Вот. Пульсовое оружие, баллистическое, ракетное. Два каких-то одинаковых ракетных оружия. Попробуем экипировать. И это, и это. Интересно, а сколько из них действительно экипируется-то, а? Горючие. Видимо, оно не кончается, но каким-то образом влияет на некие параметры. Двигатели. Два неких двигателя. Ну, давайте экипируем. Патроны тоже разного типа. Заканчиваются они или нет? Заканчиваются. Вот эти, по крайней мере, точно заканчиваются. Ну, что ж. Не знаю, как всё сложно. Нужен уровень 3. Эквип пульс эмо. Баллистическое. Да, с первого, конечно, раз тут не разберёшься. Это совершенно точно. Снэп драйв какой-то. Вот эту штуку. А, всё, что экипируется, экипируем. Разбираться потом будем. Управлять здесь можно и мышкой, вот как я сейчас... Вот если мы зажимаем левую клавишу, то мы как бы разворачиваем корабль. Если мы зажимаем правую, то мы летим в том направлении, в котором смотрим. Вот что это такое жёлтенькое. Гарбич клэмп. Оп-оп-оп-оп-оп, тормозим. Как тебя атаковать? Да, много в этой игре для меня ещё, на самом деле, остаётся загадкой. Хотя нам тут некоторая дополнительная информация показана. Статус accepted. Report by Finder. Так, давайте вот выйдем на карту. О, Go in Vittal. Ага, значит, где-то здесь у меня есть цель-задание. По Finder Station. Это вот на эту, что ли, станцию? У меня на ней квест. Ну, давайте Accept. А, это миссия, которую можно будет повторять. А это просто миссия, да? Окей. О, здесь можно посетить... ...магазин. Но, учитывая то, что я ещё толком не разобрался даже в том, как здесь кораблём управлять, думаю, что мне от этого магазина, в общем, особого толку-то не будет. Так, Safety Hook. Что это такое? Это какой-то портал, что ли? Интересно. Нет. А, это обучение. Меня сейчас обучают управлять кораблём. Отлично. Это как раз, кстати, то, что нужно. Давайте. Может быть, можно как-нибудь разогнаться с Shift'ом? Не, нельзя. Ладно, просто полетаем пока. Так. И третий. Вот он там. Вот, я внизу вижу, что два из трёх я преодолел, значит, третий последний. Летим точно в цель. Так, скорость нашу показывает 5,8к в секунду. Возможно, это километры. Скорее всего. Оп, так. Что дальше? Время для следующего урока. Мне дадут кредиты. Континью. Так, что нужно сделать? Показывайте. Показывайте. Так. Мне нужно просто пристыковаться, что ли, к станции? И всё? Да. Всё, что мне нужно было, это, похоже, пристыковаться к станции. Хорошо, следующее задание. Так. Однажды. Бла-бла-бла. Континью просто. Так, пока что ничего. Мне нужно повзаимодействовать с тремя платформами. Давайте. Где платформы? Платформы. Вот платформы. Кликните для взаимодействия. Отлично. С одной провзаимодействовали. Где ещё? Ещё одна платформа. Вижу. Кликнем. Отлично. И третья платформа. Клик-то интеракт. Замечательно. Вот нас научили взаимодействовать с предметами. Так. You may lock first by using cruise. Магнитик лут. Сейчас нас будут учить цепляться за лут. Так. И как же? Какую-нибудь кнопку-то... А, вот. Это мы сейчас так вот лутаем, да? О, класс. То есть, если мы приближаемся на определённое расстояние к объекту, мы можем кликнуть на нём. И он притянется. Где тут последний? Вот. Сейчас я специально остановлюсь. Оп. Да, вот он полетел в нашу сторону. У нас есть магнитный щуп. Очевидно. Так. Немножко кредитов. Немножко опытом. Прекрасно. А теперь какова моя цель дальше? А, просто карту вызвать. Ну, это я смогу. Это я смогу. Всё. Готово. Set jump target. А куда нужно? Джампиться. Zoom in. Zoom out. Я сделал так. А jump у нас через J. А нельзя, да, туда? Хорошо. О-о-о. Planet Persistent. Хорошо, давайте почитаем. Когда ознакомитесь с картой, используйте Waypoint в списке своих миссий. А, вот. Вот он. Отлично. Сюда прыгаем, да? Нажимая на J. Persistence. И вот мы прибыли. Читать не будем. Кому-то интересно. У нас Action RPG. Нажимаем continue. Нажимаем continue. Что тут дальше? Спасти трёх пилотов. Замечательно. Это у нас капсула жизнеобеспечения. Давай-ка капсулка. Один пилот спасён. Второй пилот на подходе. Оп, готово. Оп, готово. И, наконец, третий. Далековато, далековато. Вот, 70. Примерно порядка 70. От 70 до 80. Да, 75. Нам, кстати, показывают радиус действия нашего текущего щупа. Может быть, его, конечно, можно усилить. Что дальше? Нужно перезапустить три платформы. Клик, туррибут. Во. Отлично. Начинаю потихоньку даже такое ощущение, что разбираться в этой игре. Отлично. И... Третья платформа. Защитная платформа. Всё. Готово. Немножко кредитиков, немножко опыта, как обычно. А теперь уничтожение маяков. Понятно, это у нас своего рода такая... Начальная боевая подготовка. Во. Вот на пробел я, похоже, веду пальбу из всех стволов. Кто? Где? Где? Это что, меня атакуют, что ли? А я всё, все три из трёх уже уничтожил. Они что-то там все пучком были? Так. Ловушка. Так, так, так. А где же ловушка? Мне тут, как правило, показывали направление к цели. Давайте вот помотаем. А, во. Попробуем пришвартоваться к нему. Лут ол. Берём всё. Так, что нужно сделать? Я, конечно, могу его уничтожить. Ну, давайте почитаем. Мне нужно пришвартоваться к нему. Ну, вот я хорошо. Давайте ещё раз пришвартуюсь. И что нужно дальше тут сделать? Детонация через 8 минут. Так, нифига себе. А, во. Ничего. Вот это, кстати, было неочевидно весьма. Это было весьма неочевидно. Кто-то запрашивает пришвартовку со мной. Ну, давайте. Какой-то наёмник. Возможно, это тот, которого я только что обезвредил. То есть он запрашивает у меня некий детонатор. Так, опять там какая-то кнопка. Ничего не понятно, честно говоря, как это произошло и вообще что произошло. Но я получил награду. Соответственно, очевидно, выполнив цель при этом миссии. Вау, 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 вау. Что такое? Так, ребята. Вот меня об этом почему-то не предупреждали. Интересно, нужно ли держать цель на... Держать цель на прицеле или снаряды летят автоматически? Так, где он? Где этот подлец? Слэдж-дрон. Это какие-то дроны. То ли у меня закончились... Нет, ракеты не закончились. Это была перезарядка. Вот, кстати, по поводу интерфейса. То, что мы видим в центре, это вот сейчас. Это информация о моём корабле. Я прочитал в мануале, что она означает. Вот, большие такие синие ячейки. Это мой щит. Большие синие ячейки. Это мой щит. Соответственно, первым делом пробивают его. Хотя, не знаю, может быть, здесь есть какие-то виды вооружений, которые пробивают щит насквозь. Далее идёт моё здоровье и потом экспо. Так, это у нас какое-то усиление здесь. Что у нас тут? Какие ещё цели есть? Так, кепчу. Ну, давай. Вот у нас как раз это какая-то цель миссии, судя по всему. Захватить корабль. Наверное, вот его захвачу и, пожалуй, на этом закончу данный видеоролик. Да, вот мы можем захватить этот корабль. Я читал, что действительно можно менять корабли. У нас тут будет целая обойма различных кораблей. И мы сможем их потом обменивать. Это, судя по всему, корабль шахтёрский, да? Раз у меня следующая миссия это поработать с минералами. Давайте вот с ними... Ой, поработаем. Да, вот я собрал ресурсики. Что ж, знаете, сначала, как бы я... Прежде чем разобрался в основах, я посчитал, что игра вряд ли представляет интерес. Сейчас же, в общем, я могу сказать, что... Ну, что-то в ней всё-таки есть, на мой взгляд. Хотя она не самая простая, скажем так, игра для того, чтобы в неё играть. В общем, она не очень, прямо скажем, дружелюбна к неподготовленному пользователю. Но я, наверное, не заброшу, ещё несколько мгновений потрачу на неё. Но уже, конечно, после записи видеоролика. И буду отслеживать события, происходящие с этим проектом. Потому что, может быть, получится что-то интересное. Вдруг я всё-таки, благодаря этой игре, меня заинтересует космический жанр. А вам, друзья мои, спасибо за просмотр. Предлагайте какие-нибудь игры для того, чтобы я сделал по ним видеоролик. Игра, предложенная вами, стала достоянием общественности в лице моих подписчиков и прочих зрителей. И до свидания.